Сегодня ночью официально наступил год козы по китайскому календарю именно 19 февраля, первый день нового года и по всей стране идут торжества. Юлия Федосеева увидела, как готовят утку по-пекински, встретилась с астрологом и выяснила, как сибиряки отмечают этот праздник и почему коза спасет от кризиса. Итак, встречайте фирменное блюдо утка по-пекински, бригада шлюп-поворотов. Это блюдо сегодня подают в каждом китайском доме и в некоторых новосибирских ресторанах. Сибиряки тоже отмечают китайский Новый год. Шеф-повар Голи Вэй, его здесь ласково называют Колей, готовит к подаче на стол утку по-пекински. Здесь есть два вида соуса. Это садки, это соленые. Обязательно это огурец. Ну просто огурец свежий, обреженный, тоненький. Лука свежая обязательно. А это утка и крузинка. Помимо утки по-пекински, сегодня в меню свинина по-старо-китайски, судак в красном соусе, древесные грибы, бараньи ребрышки. К шести вечера уже почти все столики заказаны и посетители начинают собираться на праздничный ужин. Ну вот кальмаровский салат, ну из кальмаров, я так называю кальмаровский, из кальмаров, там испаржа, там из свинины, там ушки на макушке, там рыбка, там строганина такая свежемороженная, да. Были бараньи эти ребрышки, ну это вообще что-то немыслимое. Я ушлю напрямую. Ты чего это уже такая? Над кулинарными шедеврами трудится целая команда. Во главе шеф-поваром, конечно. По китайской традиции они желают всем счастливого Нового Года и здоровья. С сегодняшнего дня год козы официально наступил. И по китайским поверьям в жизни начинается новый период. Астрологи говорят, коза принесет много энергии. Все говорят, кризис кризиса. На самом деле у кризиса очень мощная энергетика. Она фактически атомная. И если вы как-то лягушкой будете что-то делать, да, не сложите лапки и пойдете ко мне вниз. У вас есть хорошая возможность именно взлететь, резко взлететь. Поэтому ничего не бойтесь. Используйте энергии кризиса. Также в этот год хорошо рожать детей или отдавать малышей в кружки, развивать их способности. Творчество и семья в год козы – вещи основополагающие. А значит, жить и творить лучше сообща. Вот собираются мишечки в ряду, словно на улице окна, окна, окна. Хочется долго с тобой не молчать. И всплывай себя долго, долго, долго. Юлия Федосеева, Евгений Ангеев. Новости ОТС.